Народный депутат Алексей Гончаренко, и будем говорить про события, которые происходят в Входной Раде прямо сейчас, происходят вчера, позавчера, потому что дефицитов сегодня не мается, точно. Алексей, добрый день. Добрый. Я для зрителей скажу, что я вот с украинского на русский перешла, для того, чтобы как можно более широкая аудитория понимала, о чем мы говорим, потому что это Ютуб, надеюсь, к этому относится с пониманием. Все знают, что вы одинаково хорошо, и я владею русскими и украинскими. Итак, Боррель сегодня был в Киеве, и я его встретили на рассвете, так сказать, ракетным ударом. Может быть, он когда-то говорил, что он не видит свет в конце украинского тоннеля, может, уже увидел он свет в конце украинского тоннеля. Слава Богу, наши энергетики молодцы, быстро все восстановили, потому что даже, по-моему, не было поначалу и интернета. Расскажите, пожалуйста, о событиях, которые сегодня происходят в Верховной Раде. Сегодня в первом чтении голосовали закон о мобилизации, он напрямую связан со всеми событиями, связанными с войной, поэтому давайте с этого и начнем. У вас был альтернативный какой-то, прошу. Да, ну действительно, сегодня важный день, и было голосование в первом чтении за законопроект про мобилизацию. Я был проголосован в первом чтении правительственный законопроект, я подавал альтернативный к нему, но, соответственно, мой законопроект уже и не голосовался, потому что был поддержан правительственный. Я не голосовал за правительственный законопроект по главной причине следующей. К сожалению, это законопроект такого обмана, потому что ключевая для меня в нем норма – это норма об установлении срока службы. Потому что сегодня есть большая несправедливость в Украине, когда люди, которые их мобилизуют, они не знают, когда они вернутся домой. И фактически есть вход на воинскую службу, а выхода с воинской службы нет в нормальном виде. Или, не дай бог, это выход двухсотым, тяжелым трехсотым, тяжело раненым или… и все. И поэтому так не должно быть, должен быть четкий срок службы, я это отстаиваю давно. И, к сожалению, в законопроекте правительственном срок службы прописан декларативно. Там сказано 36 месяцев. Но дальше они добавили такой пункт, что 36 месяцев, а после них демобилизация происходит по отдельному решению ставки. Как? По какому отдельному решению ставки? Никаких сроков, когда это решение ставки должно появиться. Ничего нет. То есть фактически 36 месяцев прошло, право на демобилизацию человек не получает. Такой вариант меня категорически не устраивает. Я предлагал 18 месяцев плюс 3 месяца на исполнение рапорта. И буду дальше подавать соответствующие правки к принятому законопроекту и добиваться. Ну, задача максимум для меня 18 месяцев. Задача минимум для тех же 36, но реальных. То есть, чтобы убрать вот этот пункт про то, что нужно еще какое-то отдельное решение ставки. Ну, это один из примеров того, с чем я не согласен и в чем была разница между нашими законопроектами. Еще одна часть это про срочников. У нас есть тысячи молодых ребят, которые служат уже четвертый год. При этом срочника не могут отправить на ноль, только с согласия. При этом не отпускают домой. При этом до последнего времени у них была зарплата там 400-500 гривен. Чтобы вы просто понимали, в прошлом году мне удалось добиться, там был принят мой законопроект, где они получили доплату плюс 6 тысяч гривен, ну, как бы хоть что-то. Но все равно понятно, что это совсем немного. При том, что и президент, и главнокомандующий уже говорили, что срочники больше армии не нужны. Тогда непонятно, почему в правительственном законопроекте хотели еще, ну, вернее, и приняли пока в таком виде, что срочников демобилизуют через 7 месяцев после принятия закона. Почему еще нужно ждать 7 месяцев, мне непонятно. Я подал норму в один месяц. Это важно. Еще одна разница между нашими законопроектами это ротации. В правительственном законопроекте пункт про ротации. Кстати, обращу внимание, был же там предыдущий правительственный законопроект, который был подан в конце декабря, потом отозван в середине января. Так вот, к сожалению, новый, который в итоге сейчас в первом чтении приняли, он стал хуже. В том законопроекте было четкие 36 месяцев. В том законопроекте был пункт про ротацию. Ротация, это имеется в виду, что подразделение не может быть на нуле постоянно, а после какого-то срока, там было указано, что не больше 6 месяцев, а дальше подразделение должно отводиться для восстановления. Этот пункт тоже потеряли. В общем, по целому ряду пунктов законопроект стал хуже. Также в моем альтернативном законопроекте я убирал то, что вызывает вопросы, в том числе и у омбудсмена, что есть официальная позиция, а возможность в неконституционных нормах про блокировку счетов, блокировку банковских карточек, запрет на вождение автомобиля. Мне кажется, что эти нормы, а, они безусловно драконовские, и там вопрос, насколько они конституционные, б, они, знаете, да, я поддерживаю то, что нужно бороться с гулянтами, теми, кто уклоняется от своего воинского обязанности. Но, знаете, да не должна быть такая борьба, как вы, помните, говорили, что будет такая борьба за мир, что камни на камне не останется. Это не должна быть такая борьба. Что такое сегодня заявить, что будут закрываться счета, замороживаться банковские счета, закрываться карточки. Сейчас просто масса людей начнут снимать деньги из банковских счетов, закрывать карточки, уходить в кэш. Ну, это точно, наверное, не то, что мы хотим добиться. А все это должно происходить через решение суда. Опять же, понятно, что там может пойти, просто судебная система может вся лечь, если туда пойдут массовые эти обращения. Тем более, что сегодня в Украине есть все механизмы, есть штрафы, а для тех, кто злостно уклоняется, вплоть до уголовной ответственности. Почему просто не, там это все нормально не прописать, может быть, усилить штрафы, но не прописывать вот такие, там, немножко безумные нормы, как это мы сейчас видим. В общем, там целый ряд вещей меня не устраивали, буду пытаться их исправить до второго чтения. Алексей, да, ну вот очень многие депутаты писали о том, и не только депутаты, люди, которые имели отношение к этому закону, что, дескать, между первым и вторым чтением будут устранены все, ну, там, нарушения конституционные, все нормы, которые вызывают острая дискуссия и так далее. Когда планируется второе чтение, у меня вопрос, и верите ли вы в то, что, ну, как бы, реально ли это, чтобы это все устранить? Второе чтение предварительно 22-23 февраля, ну, вы можете сами легко посчитать, две недели на подачу поправок, начиная с сегодняшнего дня, после этого комитет, закрывается подача правок, комитет рассматривает их, принимает свое решение, свои рекомендации, и выносится все это в парламенту. То есть где-то 22-23 февраля, примерные даты, когда это может быть рассмотрено во втором чтении. По поводу того, насколько это будет исправлено, ну, я, к сожалению, не Нострадамус, предсказать мне сложно. Ну, если это будет так исправляться, как исправлял кабинет министров свой законопроект между первым подачей и второй, то, конечно, это очень грустно, потому что он стал хуже. Надеюсь, что это все-таки будет какая-то реальная работа с реальным устранением замечаний. В принципе, чтобы был какой-то позитив, скажу, ну, например, удалось отбить после первого захода. Там правительство хотело в том числе мобилизовать людей с инвалидностью. Непонятно мне, чтобы эти люди добавили в вооруженную силу, совершенно неясно. И там в моем тогдашнем альтернативном этого пункта не было. Ну, вот это правительство учло. И, например, вопрос о мобилизации... Алексей, а есть ли изменения по уходу за инвалидами? Потому что у многих очень пожилые родители, инвалиды и прочее, прочее. Эти люди волнуются и как бы задают вопрос. Например, там, если отец инвалид первой группы, и там у него сын, который за ним ухаживает, ну, совершенно официально. Да, сегодня у этих людей есть отсрочка. В моем альтернативном законопроекте она тоже была. В том, который сегодня принят, если отец инвалид первой группы и единственный вот его сын, то тоже у него отсрочка есть. Там есть норма про то, что если нет другого, кто может за таким, например, как искали отцом, смотреть. Тут возникают вопросы и, а, как это подтверждать, и чем, а что делать с инвалидами второй группы, а что делать с инвалидами третьей группы. Есть норма про мужей, чьи жены, инвалиды, например, второй и третьей группы. Ну, там первая группа, понятно, а вторая, третья группа и так далее. То есть там вопросов очень много. Частично эту проблему удалось решить и отбить желание мобилизовать инвалидов или тех, кто за ними следит, но частично. Думаю, что здесь еще нужно, конечно, закон улучшать. То есть, с одной стороны, есть проблема. То есть, сегодня как выглядит, есть, например, женщина-инвалид второй группы, у нее четыре дочери. У четырех дочерей четыре мужа, четыре зятя. И по сегодняшнему закону все четыре имеют отсрочку. Ну, очевидно, что это уже не очень выглядит справедливо. И понятно, что, наверное, нет необходимости, чтобы четыре зятя вместе следили за этой одной тещей. В то же время, там, женщина-инвалид третьей группы, у нее есть только муж, а есть дети. И она, этот муж, кто будет следить за этими детьми, кто будет следить за ней, если там других у нее нет. А сегодня эту норму, например, хотят убрать. Поэтому здесь нужен какой-то быть разумный подход. Безусловно, нужно ликвидировать схемы. Вот такая схема тещи с четырьмя зятями, это очевидная схема. И пробел. В то же время, это не должно превратиться в то, что будут просто сломаны судьбы людей, которые действительно это необходимо. Поэтому здесь действительно нужна серьезная работа над правками. И непонятно, да. Понятно, что речь на схемах о прямом родстве, только прямом, допустим. Бывают же пожилые люди, вот я знаю... Ну, хорошо, давайте с прямым родством. Давайте возьмем у женщины, у нее есть четыре сына, и сегодня все четыре тоже имеют отсрочку. Ну, прямой родственник. Ну, так же очевидно, что четыре, кто-то один, абсолютно верно. И норма должна быть такая, там, с моей точки зрения, самая правильная, это когда такой человек с инвалидностью сам определяет и говорит, вот этот человек, потому что мы тоже понимаем, что, ну, а кто за эту женщину может решить, кто ее, собственно говоря, должен досматривать и будет, и кто имеет вот эту право на отсрочку. Наверное, только она сама может этот вопрос решить и понимать, на кого она действительно может рассчитывать, и кто ей, как бы, в этом вопросе нужнее. Но это все нюансы, этих нюансов в законопроекте очень много, и их нужно... И в каждый такой нюанс это судьбы людей. Мы сейчас говорим про какие-то условности, а для кого-то это не условности, это жизнь, это их жизнь. Поэтому в этом законопроекте, ну, там, он фактически такой кровью написанной, поэтому к нему очень должно быть серьезное внимание, очень тщательная работа и подходы. Поэтому, ну, надеюсь, что вот эта подготовка ко второму чтению позволит многие вещи в нем исправить. Как будет европейская солидарность голосовать второе чтение, если не будут исправлены все нюансы, о которых вы говорите? Ну, это не нюансы, это действительно важно. Да, нет, ну, я думаю, что очевидно, что если законопроект не станет... Если мы не голосовали за него в первом чтении, то если законопроект не станет лучше, то голосовать за него во втором чтении мы не будем. Но я здесь все-таки должен, в первую очередь, фракция принимает свое решение на заседании. Заседания, естественно, не было по второму чтению, мы не знаем, в каком виде оно туда выйдет. Могу сказать лично свою точку зрения. Для меня самое ключевое, нюансов много, и все нюансы там, понятно, надо максимально. Я, причем, что обратите внимание, когда я говорю что-то, я не просто там или критикую. Всего было подано и к прошлому законопроекту, и к этому всего три альтернативных. Я считаю всегда, если ты критикуешь, ну, предлагай. То есть я конкретно предлагал в пути решения, как можно эти вопросы решать. Я, конечно, буду активно участвовать в работе ко второму чтению. Потому что, к сожалению, я смотрю к этому законопроекту, многие относятся к такой, знаете, горячей картофелине. Она непопулярна в обществе, многих напрягает президент, который должен был бы его внести. Потому что по закону президент отвечает за мобилизацию. Он верховный главнокомандующий, он знает все эти вопросы, многих, которых мы с вами даже не знаем. Однако он ее перекинул в правительство. Правительство пытается активно все это закрыться военными. В общем, все это вот так вот перебрасывают один к другому. И никто не хочет с этим быть связанным. А здесь нужна серьезная, системная, качественная работа. Но, возвращаясь, для меня ключевое – это срок службы. Это не нюанс, это ключ. Если этим законопроектом не устанавливается четкий и реальный срок службы, то тогда в нем вообще нет никакой необходимости. Этот законопроект делает ситуацию только хуже, а не лучше. Поэтому для меня вот этот момент, он самый важный, самый ключевой. И за него я буду бороться. Вы возглавили комитет в Европейском парламенте по вопросам миграции. Это очень важный комитет. Ну, прям очень. Учитывая, он и до войны, собственно, был важным. Но сейчас… В Европе Совета Европы, да. Да, учитывая войну, это прям ключевой для нас, по крайней мере, для украинцев. Поэтому вопрос вот какой. Какой есть инструментарий? Как можно влиять, так сказать, на позицию Европы в этом смысле? Ну, и сразу же, знаете, было огромное количество публикаций. Надо вернуть украинцев назад. Значит, там Сергей Лещенко призвал всех вернуть. Потом было какое-то мнение Евросоюза, когда говорили, что многие украинские, так сказать, политики, чиновники говорят о том, что как-то нужно найти ключ к возвращению и так далее. Вот как, с вашей точки зрения, может и должна решаться эта проблема? Ну, давайте со второй части. С моей точки зрения, вот и заявление о том, что давайте всех, ну, там вообще, там, сначала еще не просто вернуть, а давайте, а для того, чтобы вернуть, давайте им прекратить помощь страны, в которых они находятся. И тогда, мол, деваться им будет некуда, и они вернутся. А президент сказал что-то чуть другое. Он сказал, что давайте, мол, эти деньги, которые выделяются на помощь украинским верстам, давайте вы их дадите нам, то есть украинскому правительству. А мы уж тут, как бы, поймем, кому, каким беженцам и как помогать. Мне кажется, что это, конечно, совершеннейшее, ну, и второе, никто нам их не даст. Совершеннейшее, а первое предложение, это просто безумие. Просто безумное предложение. Я вообще не понимаю, как можно было додуматься, такое сказать. Потому что, да, есть ли среди наших беженцев, находящихся за рубежом, уклонисты, то есть, условно, там, жители города Киева, Одессы, Львова, которые, мужчины здоровые, соответствующего возраста, которые там переплыли Тису или купили себе там через шлях, выехали и теперь там есть. Да, они такие там есть. И, конечно, к ним там, понятно, может быть, другое, может, и должно быть другое отношение. Но составляют ли они там большинство? Нет, конечно. Они составляют там подавляющее меньшинство. Большинство там составляют женщины, дети, пожилые люди, люди там с инвалидностью и так далее, многодетные семьи. Они составляют подавляющее большинство. Поэтому призыв лишить их помощи, ну, это вообще какой-то, я даже не могу найти слог. Ну, то есть, а что им делать дальше, что им, как им жить. Второе. А многие из этих людей, это не жители Киева, Львова или Одессы, которым, условно, есть куда вернуться. А это жители Мариуполя, Бахмута, Северодонецка, которым возвращаться вообще некуда. Просто вообще некуда. Или Харьков и Запорожье, которым, ну, понятно, там очень, даже в Украине там все-таки Харьков и Запорожье отличаются с точки зрения рисков там от Одессы и Киева. А Львов и Ужгород и Черновцы отличаются еще раз от уже, соответственно, Одессы и там Киева. Ну, в общем, это совершенно все разные вещи. Есть сотни тысяч людей, которым возвращаться некуда. Ну, просто некуда. И что мы тогда сделать? Сказать, что давайте их вернем, но тогда государство должно быть хоть что-то им платить, иначе они умрут от голода. Те, которые неработоспособны. Повторюсь, там много и инвалиды, и дети, и женщины с детьми. Второе. А где их поселить, этих людей? Где они будут жить? У нас нет возможности сегодня устроить им жилье, но это же тоже очевидно. То есть это предложение какое-то совершенно безумное, понять которое я не могу. То есть вместо того, чтобы... Не для всех даже рабочие места, честно говоря. Ну, не для всех же. Это уже еще отдельная тема. Но мы говорим сейчас о конкретных людях, которым просто негде жить, которым не за что жить. И сегодня это счастье для Украины, что наши соседи, из гуманистических соображений, ну, в том числе и из своих рациональных соображений, понятно, что они решают в какой-то мере свою демографическую проблему, но все равно они отрывают какой-то кусок от своих граждан и дают их нашим гражданам. Так им за это надо сказать 10 раз спасибо. И их нужно в этом, наоборот, поддерживать, а не давать пас тем, тем более в этих странах есть те, кто говорят, почему мы тут содержим каких-то непонятных украинских женщин, детей, и зачем это нам делать, когда у нас тут своих проблем полно и свои есть женщины и дети. И мне нужно побороться с этим, мы им еще и пас даем и говорим, да-да-да, не нужно. Но это просто, это безумие. Я не могу объяснить, это бывают какие-то вещи, которые, ну, просто вредительство какое-то и по отношению к этим людям, и по отношению ко всем остальным гражданам Украины, даже те, которые вот здесь никуда не выезжали. Потому что, если так, как они это предлагают сделать у тех людей, так это еще оторвать от тех, которым и так, и тоже здесь очень тяжело. И тяжелее, понятно, что находиться в Харькове тяжелее, чем в Польше. Так и от них еще надо будет оторвать. Потому что, в общем, это безумие какое-то совершеннейшее, и слов нет. Свою роль как президента комитета, действительно, впервые в истории украинец возглавил комитет по миграции беженцам Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Конечно, я буду прикладывать на то, чтобы защитить права украинских беженцев и, в первую очередь, помощь и поддержку. Парламентская Ассамблея Совета Европы не может никого заставить. То есть, все равно это будет решение правительств национальных. Это будет решать Польша, Германия, Чехия, будут сами решать, кому и как они будут помогать. Ну, например, не допустить, чтобы они вообще перестали помогать, можно. Вот такие вещи можно обеспечить. Ну и, конечно, какое-то, или там вот условно, если кому-то понравятся идеи, которые звучат от странных некоторых деятелей. Как ни странно, там есть представитель офиса президента среди них из Украины, что давайте там условно депортировать кого-то, ну, так это тоже можно будет через комитет. Я, конечно же, буду с такими идеями бороться. Повторюсь еще раз, все то, что я сказал, не относится к мужчинам, которые незаконно пересекли границу и просто прячутся за рубежом от службы. К ним другое отношение, это отдельная история. Но этих людей за рубежом меньшинство и даже подавляющее меньшинство. Потому что даже не каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет является военнообязанным. Тут вопрос состояния здоровья, количество детей, разное то, что мы обсуждали. Может быть, он следит за больной мамой или женой и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Алексей, поскольку вы, так сказать, член фракции «Европейская солидарность», хочу вам задать вопрос. Есть очень много публикаций о каких-то там делах в отношении Петра Порошенко. Вы развейте нам слухи и скажите, что там на самом деле происходит, как Петр Алексеевич отреагировал на это и прочее, прочее. Нет, ну я не могу вам развеять слухи, потому что я сам читаю. Вчера пошла какая-то история, что «Европейская солидарность» и Порошенко, и какие-то с ним 9, по-моему, депутатов готовили государственный переворот. Это начали разгонять телеграм-каналы близкие к Офису Президента. Но это анонимные телеграм-каналы. Но мы все знаем, что они близкие к Офису Президента. Ни для кого это не секрет. Но что иметь за виду, я не знаю. Надеюсь, что про переворот даже не нужно объяснять, что это полный абсурд и ересь. Но никаких подозрений нет. Фактически ничего не происходит. То есть про какие-то заявления. То ли это попытка такого давления. И коллега фракции что-то говорит на эту тему или нет? Ну, как бы, на историю... Про что? Ну, про переворот мы все в чате фракции там смеялись. Я там написал, что вы меня не взяли в переворот, потому что я вот о нем ничего не знаю. А тут у нас переворот, и мне обидно. Что вы, значит, как это готовится без меня, не привлекаете. Ну, то есть это вызывает как бы и смех. В то же время, ну, наверное, это какая-то попытка давления. Может быть, это была попытка давления перед голосованием сегодняшним по мобилизации. Потому что, ну, там есть четкая позиция фракции. Может быть, это связано с всей эпопеей, которая происходит вокруг генерала Залужного. Потому что там нехорошая эпопея происходит вокруг него. И может быть, это связано с этим, попытаться перебить информационные поводы. Я не знаю, честно говоря. Но выглядит это все как-то совершенно безумно. И все, и безумных. Безумно и безумно. Вы две недели провели, ну, может, не две недели, я не знаю, сколько это так предположило. Может, неделю в Соединенных Штатах. Ну, у вас была большая. Я провел в Соединенных Штатах, по-моему, 8 дней, если быть совсем точно. Да, да. И вы, конечно, разговаривали с очень многими. Ну, судя по вашим фейсбучным постам, судя по тому, что вы же как бы работаете как активный блогер. Вы очень много общались, и вы прямо изнутри знаете ситуацию. А что с этой помощью? Ну, то, что мы все знаем, понятно. Миграционный закон, Трамп, Байден, это все понятно. Мы это повторяться не будем. Но что говорят сенаторы там за закрытыми дверями? Что говорят политические деятели, политтехнологи? Когда-то, потому что законопроект о помощи, да, там, Израиль вот на 18 почти миллиардов, без поддержки Украины отклонили, мы видим. Там, да, проект не набрал большинство голосов, там, 250 против, 180. Вот. Инициатором этого законопроекта был республиканец, кстати говоря, Кен Калвард. Понимаете, одни говорят, что республиканцы разные, многие из них за Украину, другие говорят, нет, они все против. Третьи еще что-то. Четвертые говорят, Джонсон делает только вид, что он за Украину, а на самом деле нет. В общем, такая береберда, в том числе и в западных СМИ, понимаете? То есть очень много информации, которая против... И вот вы, тот человек, который прямо сейчас оттуда. Как вы увидели эту ситуацию? Ситуация сложная. Мой прогноз, процентов 70, что пакета помощи до конца марта точно не будет принят. Говоря об американской помощи Украине, она состоит из двух частей. Прямая финансовая помощь в бюджет и оружие. И думаю, что с прямой финансовой помощью дела совсем плотные. Думаю, что шансов ее получить в этом году совсем мало. По оружию шансы лучше, но тоже менее 50% на сегодняшний момент. То есть ситуация реально плохая. Новостей оттуда будет еще очень много. Там вчера было заявление Байдена, нанесли какие-то ответы. Я, чтобы было у людей, чтобы у зрителей было понимание, скажу, как я. Я не истинно в последней инстанции, но пока мои прогнозы по этой ситуации, в общем-то, всегда сбывались. Я с декабря месяца говорил, что у нас будет проблема. Потому что нам говорили, да нет, сейчас будет только Рождество. А нет, сейчас первые числа Нового года и так далее. У нас большая проблема. Мы сегодня, глобально, мы стали разменной монетой в американских выборах. Это большая проблема. Мы больше не являемся объединяющим фактором. То есть раньше было как? Да, мы тут боремся, демократы с республиканцами. Но вот Украина, да, понятно, это, ну, грубо говоря, святое. То есть Украина, всем понятно, это в интересах США. В принципе, нам мы должны помогать. К сожалению, этого больше нет. Есть разные подходы Украине, у разных сил. А самое главное, повторюсь, США в выборах, выборах очень жестких. Признаюсь вам, я никогда не видел такого уровня поляризации, как тот, который сейчас в Соединенных Штатах между сторонниками Трампа и Байдена. И я боюсь себе представить, что там будет до ноября. То есть очевидно, что ситуация будет просто очень острой. И, грубо говоря, для нас сейчас огромная проблема, что Украина идет в одном пакете с границей, американской. Я думаю, что это была ошибка администрации Байдена. Они хотели как лучше. Они думали, что давайте объединим Украину в Израиль, Тайвань, границу, чтобы каждый нашел что-то свое, и поэтому проголосовал. Получилось наоборот. Получилось, что есть крайние демократы, которые не хотят поддерживать Израиль. Израиль, есть крайние республиканцы, которые не хотят поддерживать Украину. Есть в целом то, что республиканцы не хотят поддерживать границу. И все это вместе топит весь этот пакет полностью. Я думаю, что если Украину не отделят в этом пакете, не выделят отдельно, хотя бы, может быть, Украина, Израиль, Тайвань, то есть, условно говоря, международка отдельно, граница отдельно, если нас не выделят отдельно, то дела будут совсем плохи. Президент, ну, бывший президент Трамп и кандидат президента Трамп фактически прямо, не скрывая, говорит, я собираюсь, главная тема его избирательной кампании, борьба с нелегальной миграцией, граница, и я собираюсь стать президентом, он говорит, вот решив эту проблему. И сегодня, он говорит, все остальные подходы, которые там сегодня Байден, мне не подходят. Фактически Трамп, говорит, там вот очень даже, можно сказать, по-политически цинично. Чем хуже, тем лучше сейчас. То есть, они не хотят какого-то там компромисса с демократами, для того, чтобы, то есть, если компромис с демократами, они считают, что это повышает шансы Байдена. Ситуация на границе чуть улучшится, решатся какие-то другие вопросы. То есть, это только ударит по их шансам избраться. Они избрали такую очень жесткую в этом смысле стратегию, они от нее не отступят. Республиканская партия полностью в руках сегодня, под контролем Дональда Трампа, это надо понимать. Поэтому, ну вот, вот взгляд мой и понимание мое. Ну, когда понятно, что это была ошибка, у Байдена же есть, смотрите, была же попытка вынести Израиль отдельно, да, сейчас на голосование. А теперь это нет, смотрите, а вот сейчас все, что происходит, вот там выходит, республиканцы говорят, давайте Израиль отдельно. Вы должны понимать, это не для того, чтобы принять. Они знали сразу, что никакой Израиль отдельно не пройдет. Это уже просто идет отдельно борьба за отдельные голоса. Лобби Израиля в США большое. В США проживает большое число евреев, граждан США. Для них эта тема очень важная, и поэтому республиканцы играются с ними. Когда сегодня выходит Байден в галстуке, в украинских цветах, с украинским значком, это очень приятно видеть, реально. Но нужно понимать, что это все-таки большая апелляция к тоже большому количеству граждан США с украинским происхождением и корнями. То есть это все уже, это все политическая борьба между демократами и республиканцами, к сожалению. И в этой борьбе мы заложники, и это плохая для нас новость. Поэтому чем быстрее и полнее мы отделимся от внутриполитической американской повестки, тем для нас лучше. Но готовиться нужно к тому, что никакого пакета помощи Украине со стороны США в Конгрессе, подчеркну, проголосовано не будет. Это не значит, что не будет никакой помощи, потому что у президента США, Байдена, сегодня есть механизмы помогать Украине и без голосования Конгресса. Но они будут меньше, эта помощь будет без такой поддержки, она будет меньше, скромнее, реже, дольше мы будем ее ожидать и так далее. Это реальные, в которых мы сегодня находимся. А если мы не будем сегодня работать и заниматься, то в конце года нас вообще может ожидать катастрофа в виде полной потери американской помощи. К сожалению... А что значит мы не будем заниматься, Алексей? Это колоссальный для нас вызов. А это означает, что нам сегодня, к сожалению, Украина пропустила серьезный. Серьезный. Первый год Украины... Украина была... Ну, вот весь, все, там, героическое сопротивление Украины, то, что Украина поразила мир, конвертировалось в такое, то, что вот один человек, Владимир Зеленский, приобрел статус, там, почти иконы, демократии и всего. И этот статус позволил ему, то есть его слово тогда было... То есть он реально, когда в конце 22-го года приехал, там тоже уже были попытки в Конгрессе, чуть-чуть что-то. Но приезд Зеленского, как бы все, ну вот, то есть там икона демократии приехала, новый Черчилль, все, там, ну, все, невозможно, да, помощь Украине будет. К сожалению, офис президента не понял, что невозможно ехать на одной лошади все время. Ван Мэншоу не работало, уже плохо работало в 23-м году. И вообще не будет работать в 24-м. С какой-то стороны, даже Зеленский становится токсичным сегодня, потому что какая-то часть, например, республиканцев мы просто категорически не воспринимаем. И поэтому задача, задача наша, сегодня Украины, максимально в такую народную дипломатию. Сегодня наша задача максимально задействовать диаспору, чтобы она выходила на акции прямого действия. Наша задача сегодня максимально прорываться в повестку дня. Наша задача, чтобы к американским аграриям ехали украинские аграрии, к ветеранам ветераны, чтобы к евангелистам-баптистам ехали евангелисты-баптисты, чтобы наши профессора ехали в университеты, чтобы наши парламентарии ехали в Конгресс. Это большая системная работа, которую никто не занимался. Это не может посольство сделать. Это системная работа. И если эта работа не будет, она, к сожалению, не была организована. Более того, еще вставлялись палки в колеса. Я думаю, чтобы выехать в США, это все время проблема. То есть, наоборот, все делали, чтобы ограничить туда доступ. Это было странное решение, которое... Создание навещания качественного для того, чтобы можно было миру рассказывать, в том числе и штатам, о том, что происходит. Абсолютно. Создание навещания. Создание... Да много очень чего всего нам нужно делать. Мы этого не делали. Мы думали, что у нас все хорошо. У нас уже нехорошо. Если мы сейчас этим не займемся, то к концу года может стать совсем плохо. Ну, там, в зависимости от расклада, который будет на американских выборах. Поэтому заниматься этим нужно сейчас, если мы не хотим совсем попасть в плохую ситуацию в конце года. Вот, ну, коротко. Справится ли с вашей точкой зрения Европа вот с этой нагрузкой нечеловеческой сейчас? Потому что для них нагрузка же увеличивается. Деньги, снаряды и прочее, прочее. Хороший вопрос. Будет тяжело. Смотрите, Европа может перекрыть финансовую помощь США. Может. Там не только Европа, там, Япония, Канада, Великобритания. Могут. А может ли Европа перекрыть военную помощь? Нет, не может. Даже если очень захочет, Европа не может перекрыть военную помощь со стороны США. Поэтому потеря финансовой помощи со стороны США, которая уже почти произошла, это плохо, но не смертельно. Потеря военной помощи от США, это смертельно. Поэтому допустить это мы не имеем права просто никак. Спасибо большое, Алексей. Спасибо за очень конкретные ответы на конкретные вопросы. До встречи. Слава Украине. До свидания. Спасибо. Да, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.